Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем серию передач, которые называются «Взрослым о детях». И сегодня мы поговорим о материнской любви, которая вовсе не всегда бывает полезной для психики ребенка. Поэтому мы и назвали статью в книге «Разноцветные белые вороны» «Бес материнской любви». В своей книге «Любовь» чудесный английский писатель, филолог и философ Клайв Льюис пишет, что «Любовь, которая стала Богом, становится бесом». И продолжает. «Когда глупая мать балует ребенка, а на самом деле себя, играет в живую куклу и быстро устает, действия ее вряд ли, как он пишет, станут Богом. Любовь станет бесом и разрушит нас, а заодно и себя. И не надо думать, это уже я от себя добавляю, что такое встречается раз в сто лет. Слова «Держится за материнскую юбку», «Я ему жизнь отдала, он» и тому подобное слышатся, да и всегда слышались, сплошь и рядом. Поначалу эта картина выглядит идиллично. Нежный, хрупкий, ангелоподобный малыш рюнет к своей маме. И мама, как будто это ожившая скульптура материнства, сильным, но нежным объятием защищает свое сокровище от безумного, безумного, страшного, опасного мира. Дальше больше. Малыш растет и крепнет. Но и объятия, которые, казалось бы, по мере его роста должны ослабнуть, тоже крепнут. Вот, обычно мама такая хвастается, он без меня ни шагу. Ну, никуда без меня, куда я, туда и он. Вот даже когда я в уборную зайду, он уже говорит, мама где ты, и стоит за дверью. А я, я вообще без него не живу. Отвезу в субботу к бабушке, а сама на стенки лезу. Вся жизнь у меня в нем. Ну, казалось бы, это очень трогательно. Ребенок не может без матери, а мать обожает ребенка. Но что-то невольно настораживает. Пока лишь на уровне лексики. Вот слушайтесь, я без него не живу, на стенки лезу, вся жизнь в нем. Вам не кажется, что это выражение гораздо большего мест на властах, ну, пылкой страстной любовницы, а вовсе не любящей матери? Приглядевшись повнимательнее, почти всегда убеждаешься в неслучайности первого впечатления. Женщины бывают самые разные, да и дети далеко не всегда хрупкие и ангелоподобные. Наоборот, часто встречаются наоборот в такой паре крепкие, грубоватые, маленькие мужички. А общее тут одно – несчастливая женская судьба. И совсем не обязательно, чтобы женщина была одинокой. Бывают и замужние. Такие ищут и обретают в ребенке то, чего им не хватает в мужчине. Кто-то тонкую и понимающую душу, а кто-то, да, кто-то деспотичную мужскую власть. Представьте себе, в маленьком ребенке. Второе, между прочим, встречается даже чаще, чем первое. И виновата в этом пресловутая женская эмансипация. Боролись за то, чтобы мужчина не бил – не бьет. Требовали, чтобы помогал по хозяйству, разделял домашние обязанности. Помогают, делят. Мечтали, чтобы советовался – советуются. И не просто советуются, а перекладывают на нас ответственность за принятые решения. Очень часто так бывает сегодня. А когда с ним вздумаешь посоветоваться, он говорит – не знаю, делай как хочешь. В начале нашей психотерапевтической работы в самой первой нашей группе был мальчик. Предположим, его звать Андрюша. Несмотря на свою выраженную славянскую, такую типичную русскую внешность, он чем-то напоминал в своем поведении восточного падишаха. А его мама напоминала гаремную рабыню. Разве что в ладоши он не хлопал, чтобы ее вызвать. Впрочем, этого и не требовалось. Она и так всегда была рядом. И хоть он еле-еле доставал ей до плеча, было полное впечатление, что она заглядывает ему в глаза как-то снизу. И чем наглее, чем грубее Андрюша с ней разговаривал, тем ярче сверкали эти воздетые к нему глаза. На Андрюшину маму было даже как-то неловко смотреть, потому что на ее лице порой мелькал неуместный восторг. Мы долго не решались поговорить с ней, но в конце концов все же решились. Больше всего нас потрясла ее простодушная откровенность. Да, да, радостно кивала она в ответ на наше замечание, что Андрюша повелевает ею как взрослый мужчина. Это вы точно подметили. Вот именно как взрослый мужчина. Не то что муж. Муж у меня тряпка, слюнтяй. Вообще не мужик. Это она добавила уже со вздохом. И вот теперь, повидав множество таких Андрюш и Андрюшиных мам, мы можем чуть ли не с первого взгляда определить вид отношений между матерью и сыном, который Фрейд назвал Эдиповым комплексом. Греческий царь Эдип по преданию убил своего отца и женился на матери. Говоря об Эдиповом комплексе, Фрейд, как вы понимаете, не имел в виду реальный брак сына с матерью. Речь шла о бессознательном, подавленном, взаимном влечении, которое принимало форму психологического брака. Хотя сексуальная природа такого влечения несомненная. А матери при этом почти никогда его не осознают как влечение. Ну вот, предположим, как говорила о своем четырехлетнем мальчике молодая, красивая, цветущая женщина, которая рассталась с мужем еще до рождения ребенка. Она так примерно говорила. Мой Павлик так целует меня, ну прямо по-настоящему, и в губы, и в глаза, и руки мне обцеловывает. Мама говорит, какая ты красивая, как я тебя обожаю, какая у тебя кожа. Ну, какая у тебя кожа, это уж совсем не детские слова, правда? И вот от одного упоминания о сыновних поцелуях она делалась прямо пунцовой. А другая мама, легкомысленно хихикая, рассказывала, что ее пятилетний Денис зовет папу в свою комнату и примерно так его уговаривает. Папочка, ложись в мою постельку, я тебе уже постелил, сейчас тебя одеяльцем укрою, у меня тут мягко, тепло, а я сегодня буду спать на твоем месте с мамочкой. Ну, вы можете сказать, что мы нагоняем страху? Вам, может быть, даже неприятно все это слушать? Можно сказать, что испокон веку малыши засыпали под боком у матери, и ничего страшного. Но любой взрослый человек прекрасно ощущает разницу между объятием дружеским и объятием страстным, между поцелуем чувственным и поцелуем родственным. Точно так же и мать должна чувствовать. Что исходит от ее бока, к которому прижимается ребенок? Нежное материнское защитное тепло или горячащий детскую кровь в жар. Во втором случае дело иногда принимает уже совсем не юмористический оборот. Вот вспоминается мальчик, ну, предположим, Саша. Его мама пожаловалась нам, что ревность сына мешает ее интимным отношениям с мужем. Стоит ей зайти ночью к мужу в спальню, а она, разумеется, как в таких случаях психологического брака принято, спала в одной комнате с сыном, хотя тому было уже 8 лет, а не 8 месяцев. Так вот, стоит ей зайти в спальню мужа, как Саша моментально просыпается и истошно орет «Мама, ты куда?». И она утверждала, что если она встает в туалет или, предположим, попить воды, то Сашу это нисколько не тревожит, он продолжает крепко спать. Представляете? Кстати, эта мама тоже не видела в сложившейся ситуации ничего страшного. Она только поражалась уникальной интуицией своего ребенка. Кажется, примеров получилось достаточно. И все же я позволю себе привести еще один. Сверхзастенчивый мальчик, назовем его Слава, едва получил возможность спрятаться за ширму и разыграть в куклах свои ссоры с мамой, как моментально вошел в раж. И показал такое, что у присутствующих, во всяком случае взрослых, похолодело внутри. Они с мамой не просто ссорились, это были душераздирающие, сцены любовных скандалов с угрозами, с обвинениями, с рыданиями и битьем по лицу. Мама кричала, «Уходи ты, мне не нужен, лучше я буду одна!» Ну, так же мужчине кричат вообще-то, а не мальчику. Слава бежал на кухню, хватал огромный хлебный нож, заносил над собой и театрально вопил, «Прощай, я ухожу из жизни!» И во всем этом был такой сексуальный привкус, что зрителям, ну, в нашем лечебном театре, взрослым зрителям, конечно, дети этого не ощущали, взрослым становилось как-то неловко, словно перед ними были не наивные тряпишные куклы, а живые люди, охваченные любовными эмоциями, любовными страстями, я бы сказала. В другие же минуты этот 12-летний мальчик был тише воды ниже травы и сидел всегда рядом с мамой, хотя все остальные дети, это же были уже дети предподросткового возраста, рассаживались вокруг стола отдельно от родителей и, напротив, всячески стремились продемонстрировать свою независимость. Мама, ссылаясь на его чрезвычайно хрупкое здоровье, перевела Славу на домашнее обучение. Друзей у него не было. Каждая робкая попытка Славы с кем-то познакомиться, с кем-то пообщаться в нашей лечебной группе встречалась с мамой просто в штыки. Она старалась ни на минуту не упускать Славу из виду и зорко следила, не подавляет ли его, так она это называла, новый приятель. Ей все время казалось, что его кто-то подавляет. Во время одной из бесед мама призналась, что она сама провоцирует множество скандалов. И, быть может, потому, что когда она была ребенком, ну, это так она объясняла, все ее игры с отцом непременно заканчивались бурными сценами, слезами, побоями. То есть свой детский стереотип отношений с отцом она перенесла на ребенка, ну, как она считала. Кстати, когда что-то похожее написанное нами происходит между девочкой и отцом, то в психоанализе, во фрейдизме это называется комплексом электры. Такими случаями мы тоже сталкивались. Этот стиль отношений, как, впрочем, и любой другой, безусловно задают родители, а вовсе не дети, как считал Фрейд. Другое дело, что они ничего такого, естественно, не имеют в виду, когда формируют такие отношения. Обоснования звучат, на первый взгляд, благородно. Хочется, чтобы ребенок поскорее стал другом, собеседником, опорой. А иногда, как в случае со славянной мамой, родители, даже понимая, что их взаимоотношения с ребенком больше напоминают любовный роман, вполне этим довольны. Во всяком случае, пыльщены. А действительно, можно спросить, в чем тут криминал? Ведь это не реальный брак, не кровосмешение, или, по-научному говоря, инцест. Это всего лишь психологический брак, ничего страшного, казалось бы. Но те, кто так думает, глубоко заблуждаются. Страшного тут предостаточно. Это и неизбежные в таких случаях невротические искажения личности, и досрочное пробуждение сексуальности, и огромные, иногда непреодолимые трудности в выборе пары в будущем. Да, такие мальчики часто остаются вообще безбрачными, холостяками. А уж если говорить совсем серьезно, то у мальчика, состоящего в психологическом браке с матерью, нередко развиваются гомосексуальные наклонности. Очередной парадокс. Мать хочет слишком рано видеть в ребенке мужчину, а в результате мужчина вырастает капризным, переутонченным и женственным. Настолько женственным, что может играть роль женщины в гомосексуальной паре. Особенно сегодня это актуально, когда так пропагандируется гомосексуализм. Пытаясь обрести в мальчике опору, его мать грубейшим образом нарушает иерархический стереотип, который называется взрослый ребенок. Служа опорой матери, он сам фактически утрачивает точку опоры и как следствие теряет психическое равновесие. Помните цитату, с которой мы начали наш разговор? Так вот, разыгравшийся без материнской любви действительно разрушает, разрушает самое главное, разрушает душу ребенка. Ну что ж, первая часть нашей передачи закончена, и нам пора переходить к вопросам. Надеюсь, что они в студии уже появились. И сейчас мы узнаем, какие это вопросы. Вы говорите о чрезмерной опеке сына-матерью. Я воспитала сына одна, так жизнь сложилась. И когда он в 15 лет сломал обе руки, меня все друзья осуждали, что я сына и кормлю, и мою, и одеваю, и делаю за него уроки. А какой выход? Ну, видите ли, конечно, в 15 лет не очень хорошо, когда мама купает ребенка и переодевает. То, что она его кормит и еще как-то обслуживает, это совершенно естественно, когда у него сломаны обе руки. И тем более, больше некому помогать. Ну, вот купать лучше бы она попросила, скажем, брата взрослого, если он у нее есть, или какого-то другого, хорошо знакомого мужчину, может быть, друга семьи. Вот это было бы лучше. Но, к сожалению, теперь уже поздно говорить, раз это произошло. Будем надеяться, что ничего страшного, поскольку ситуация такая чрезвычайная. Моей жене 20 лет. И я, честно скажу, ревную ее к отцу. Они вроде друзья, но уже какие-то не разлей вода. Где граница нормы? Ну, как вам сказать, эту границу, конечно, очень трудно провести. Для кого-то вот такие теплые, очень близкие отношения с отцом нормальные. Мало ли, как складывалась судьба. Может быть, у мамы не было времени, например, заниматься вашей женой, когда она была ребенком, а у папы времени было для этого больше. Хочется посоветовать прежде всего вам, который задает этот вопрос, чтобы вы не волновались. Чем больше вы будете уважать отца своей жены, тем лучше будет ее отношение к вам. Поэтому не надо делать ни ей, ни тем более ее отцу, а вашему тестью замечания на эту тему. Ваша привязанность, если ваш брак будет нормальным, хорошим, ваша взаимная привязанность, в частности, привязанность вашей жены к вам, будет расти с годами. И по мере нарастания этой привязанности ее отношения с отцом несколько охладятся в самом лучшем смысле этого слова. Главное, не фиксируйте на этом внимание сейчас. И тогда все будет хорошо. Здравствуйте, Ирина Яковлевна. У наших друзей семилетний очень интеллектуальный сын. Он безостановочно вещает, кричит, командует взрослыми, заходится ором, требуя, чтобы все слушали его умозаключения и слушались. Причем постоянно. Родители говорят, это нормально, просто такой ребенок. А вы как думаете, это норма? Да нет, конечно. Такое поведение, причем поведение родителей, надо сказать, называется детоцентризм. Вот то, что описано, это следствие детоцентризма. Вероятно, вся жизнь окружающих ребенка взрослых крутится вокруг него. Он уже привык, что все внимание обращено на него, а он это внимание хочет вызывать. Но как наркоману требуется все время большая и большая доза наркотика, так ребенку, который привык, что все сконцентрировано на нем, хочет обратить на себя все больше и больше внимания, а для этого он должен вести себя демонстративно. Такое поведение, конечно, ненормально, его надо обязательно корректировать. С какого возраста можно разрешать девочке красить ногти, пользоваться детской косметикой и вообще увлекаться своей внешностью? ведь это в природе женщины прихорашиваться? Вы знаете, хотя это в природе женщины, но я думаю, что девочке ни в каком возрасте не надо разрешать пользоваться лаком и косметикой. Вообще словосочетание детская косметика с моей точки зрения абсурд. Никакой детской косметики быть не должно. Косметикой пользуются взрослые женщины, да и то далеко не все. Если вы посмотрите на православных женщин, особенно в церкви, в храме, вы увидите, что они косметикой не пользуются вовсе или пользуются минимально. И вы знаете, это очень красит взрослых женщин и даже немолодых женщин. Приятно видеть естественное лицо, но тем более патологично выглядит ребенок с накрашенными ногтями или тем более с накрашенными щеками, с накрашенными ресницами или губами. Это просто абсурд. Так что этого быть не должно ни в каком детском возрасте. У меня племянник правильный мальчик, но почему-то не чувствует, что мешает окружающим людям. Словно не замечает, что создает неудобства другим. Как его унять? Ну, такому ребенку надо создавать просто более строгие поведенческие рамки, поведение. Потому что в нем вероятно отсутствует природная деликатность, природное внимание к другим людям. Вот такой ребенок как раз скорее всего страдает повышенным эгоцентризмом. А если он страдает повышенным эгоцентризмом, следовательно, ему надо давать очень строгие правила поведения. Но раз у него нет внутреннего чувства, что надо кому-то уступить, оставить вкусные вещи на тарелке для других, еще что-то сделать для других людей, вот ему надо просто это вдалбливать в голову. Вот, что ты не должен все вкусное съедать один. Немедленно отходить в сторону и пропускать взрослого вперед. И так далее. Вот, просто давать ему такие более жесткие, чем ребенку впечатлительному, правила поведения. Всего доброго, дорогие телезрители. Надеюсь, что никто не обиделся на сегодняшнюю тему, а сделал, если есть какие-то для этого основания у кого-то из вас, полезные для себя выводы. всего доброго и до новых встреч. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok